Шёл я, короче, в одном избушке, мне сказали, есть клёвое место, клёвое, артефакты, вроде бы нычка чья-то. Подхожу, значит, толкнул я дверцу, закрыто. Что такое? Ещё раз, опять закрыто. Я, значит, её стерву открываю, она стерва сама закрывается. Понял я, что дверь меня только не пущает. Ну что ж, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть-чуть, пошёл посмотреть, кто это с дверью половал. Там комната большая, вниз толстый, длинный такой, как шоссе. А у стола с толстой, высокий такой, как плашный. И тут, да, зашептал у меня в башке, по шефу пошло. Да кто спрашивает? Я говорю, Ваня, я тут, тошни, меня тут каждая собака знает. Тут снула, зашептала. Ты говоришь, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так, это же, зашёл водички попить. Смотрю, никого нет, вот залез. А он у меня говорит, ах, водички. Нету, Ваня, здесь водички нет. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я говорю, как, ну, если нет водички, ну, и так я пошёл. Вот я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Всё одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила. Или белая горячка, а пора из зоны сматывать. А он говорит, ты погодевай, останься, делать тебе есть. У меня ноги полностью не подвинут. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так. Я тебя почти не чувствую. Чего это спрашиваю? Мне надо чувствовать. Не надо меня чувствовать. Это опять. То-то и оно, что надо. Я таких, как ты, за 200 метров, чую. А тебя вот только перед самой дверью. Да и то, только пластмарка ломится начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Какое у меня оборудование? Нет, нет у меня ничего. Фонарик только старая. Вот и всё оборудование. У меня гражданин начальник, ничего такого сроду не бывало. Оно говорит, ты мне не вливай. Я тебя насквозь вижу. И два деда хиха. Я говорю, да ей богу, нету, ну хоть обащей. Оно зашептало, а вот это было. Это у меня тело, рейка зашевелилась. Всё, что в карманах было выползать, начало само по себе. И главное, чекушка заветная, туда же. Ну, думаю, гады, не, родной вам не отдам. Да хады, целый день топать, но я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вон, дедёк. Моё это добро, рождень начальник. А бутылку как кто-то держит. И не отдаёт, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам, моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Три глотка еле сделал, не идёт. Горло как тисками сдавьёт. Перед глазами круги уже. Так вот, значит, глотнул я ещё раз пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку, подавитесь, падлы. Тут-то меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда, рождень и начальник не пропал, говорю. Сам потихонечку отползаю. А ну, опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня, твари, с виду. Тикать надо. Кое-как поднялся, но и всё кончается. Как балкер в девять баллов. Подхожу я, значит, к Кокошу. Лежу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. Шопает проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, всё равно достану. Достану. Так вот, выскочил я, значит, из окна. И ходу. Вещи, рожо, всё там осталось. Как я пьяный из зоны выбыл, за бог есть. Но теперь оттуда не на бой. Тут райончик. Сдохмо не пойду. Я вот думаю, может лучше к учёным. Давно сторожем звали. Ржов, майка. Все вещи пропали, куда всё так. Сына. Вот такое я со мной приключил.